Команда-енота вместе с тобой, снова даст мусору бой! Мир спасем, сортировку начнем! Героем быть просто можешь проверить, вместе с командой 99! Вот так в формате игры своими знаниями и умениями герои экологического детектива делятся со зрителями правильными привычками в обращении с отходами. Муклатура, бытовая техника, картон, полиэтиленовая пленка, пластиковые бутылки и многие другие, отслужившие в свой срок вещи, нередко оказываются в неположенном месте, рядом с органическими отходами. Такой подход к делу губительный. Не отсортированный мусор гниет на свалках и загрязняет землю. Чтобы не допустить проблем в городе над Бугом, вторсырье доставляют в цеха Бресского мусороперерабатывающего завода с целью вторичного использования. Кроме того, помощь в этом деле оказывают и сами брещане, которые к раздельному сбору мусора относятся серьезно. Правда, отмечают, что еще не все готовы перестроить свой привычный уклад жизни. Конечно же, за раздельный сбор, потому что я считаю, когда стекло, пластик и все это вместе, это ужасно. Я как бы сама хотела бы это практиковать, но даже в принципе не знаю, куда это все выбрасывать по отдельности, поэтому ну как-то так. Я думаю, что это может только молодое поколение, старикам или взрослым людям, ну как бы, может некоторые, а так мне кажется всем без разницы на это. Процесс по раздельному сбору вторсырье пусть медленно, но сдвигается с места. Люди начинают понимать, что многое зависит не только от инициатив руководителей, но и от собственного желания принести пользу. Месячник по сбору всех видов вторичных материальных ресурсов благодаря и ответственным горожанам уже сейчас дает положительный результат. По данному месячнику на дополнительной основе от частного сектора города Бреста вывезено более 30 тонн органических отходов. Дополнительно, значит, мы помогаем в обслуживании проходящих ярмарок в городе Бресте, как вы знаете, да. Значит, по обслуживанию данных ярмарок, по уборке отходов данных ярмарок на данный момент уже вывезено более 50 тонн отходов. Более 50 тонн отходов. Это немало. Люди, также города Бреста, жители города Бреста принимают активное участие в сборе отходов в городе Бресте. И по данному направлению завод вывез более 2 тонн отходов, которые собрали люди. Провели, допустим, уборку где-то таких заброшенных мест. Завод также принял в этом участие и произвел уборку данных мест. Кроме того, специалисты Брестского мусороперерабатывающего завода дополнительно отремонтировали 27 контейнерных площадок и выставили более 33 контейнеров для сбора вторичных материальных ресурсов. А дальше больше. Я думаю, что к названным цифрам добавится, я думаю, также еще половина работ, которую мы производим. И мы еще больше вывезем крупногабаритных отходов, строительных отходов. Больше вывезем, поставим контейнеров для вторичных материальных расходов. Таким образом мы, скажем, улучшим разделение отходов по секторам. То есть пластик, стекло, бумага, картон. К слову, на балансе Брестского мусороперерабатывающего завода работает несколько приемных пунктов. Два из них предназначены для переработки вторсырья и крупногабаритных отходов. А также есть специальные площадки для сбора крупногабарита. Можно сгрузить старые вещи в контейнеры большой емкости, там, где они установлены. На сайте Брестского мусороперерабатывающего завода указаны все адреса расположения контейнеров и графики объезда контейнерных площадок для сбора крупногабаритных отходов.